Закон Республики Узбекистан В соответствии с законом о ратификации договора о структуре и принципах функционирования Тюрксоя, Алматы 12 июля 1993 года, ратифицирован договор о структуре и принципах функционирования Тюрксоя. К сведению, Международная организация Тюрксоя была создана в 1993 году в результате соглашения между Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Турецкой Республикой. Основной задачей структуры является духовное сближение и укрепление братского единства тюркских народов, приобщение тюркской культуры к миру и сохранение ее традиций для будущего поколения. Указ Президента Республики Узбекистан о мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности В соответствии с указом Президента о мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности установлены инструменты регулирования предпринимательской деятельности. Отныне, с 1 января 2023 года, отменяются следующие требования. Письменное уведомление кредиторов при принятии решения об уменьшении уставного фонда субъекта предпринимательства и объявление об этом в средствах массовой информации. Осуществление продажи новых импортируемых автомобилей только юридическими лицами, официальными дилерами предприятий-производителей. При остановлении подачи электроэнергии юридическим лицам, потребившим электроэнергию сверхобъемов, указанных в договоре электроснабжения. Постановка на отдельный учет в органы Государственной налоговой службы работников, нанятых индивидуальным предпринимателем путем их регистрации в единой национальной системе труда. Этим указом некоторым предпринимателям было разрешено осуществлять деятельность без лицензирования, то есть внедряется специальный правовой режим «Регуляторная песочница», предусматривающий специальное регулирование деятельности субъектов предпринимательства по испытанию новой продукции и услуг на основе современных технологий. Постановление президента Республики Узбекистан о мерах по оптимизации процедур представления отчетов и хранения архивных документов. По становлению президента о мерах по оптимизации процедур представления отчетов и хранения архивных документов для юридических лиц отменяется требование представления в налоговые и статистические органы финансовых отчетов. Настоящим актом с 1 января 2023 года отменены следующие виды статистической отчетности. Отчет о биржевой деятельности, отчет о состоянии условий труда, отчет о распределении численности работников по сумме начисленной заработной платы. Отчет об услугах железнодорожного транспорта общего пользования. Отчет о деятельности коммерческого банка. Отчет о деятельности страховой организации. Отчет об имеющихся строительных машинах и механизмах малых строительных организациях и микрофирмах. Отчет о деятельности трубопроводного транспорта. Отчет о закупке плодовощной продукции. Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан о введении системы возврата налога на добавленную стоимость заранее приобретенные товары при выезде граждан иностранных государств территории Республики Узбекистан. Принято постановление правительства о введении системы возврата налога на добавленную стоимость заранее приобретенные товары при выезде граждан иностранных государств территории Республики Узбекистан. В соответствии с данным постановлением с 1 января 2023 года в качестве эксперимента внедряется система Tax-Free по частичному возмещению гражданам иностранных государств суммы НДС, уплаченной ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю на территории Узбекистана. Возврат суммы НДС гражданам иностранных государств производится при минимальной стоимости покупки не менее 1 миллиона сумм с учетом суммы НДС, а также в течение трех месяцев со дня покупки товаров. С важными новостями законодательства вы можете ознакомиться через телеграм-канал Министерства юстиции правовая информация